Корейский узел Ким Чен Ын пожалеет, если произнесет хотя бы еще одну угрозу в адрес Америки, заявил Дональд Трамп. Президент США готовит новые санкции и военный план настроен он серьезно. Конгрессмены даже требуют запретить главе государства наносить упреждающий удар по Пхеньяну. Дмитрий Анопченко следит за ситуацией в Вашингтоне. Вашингтон усилит санкции. Об этом Дональд Трамп заявил после встречи с ключевыми дипломатами страны Рексом Тилерсоном и Ники Хейли. Принятые в начале августа ограничения совбеза ООН и без того лишь от Пхеньян миллиарда долларов доходов от торговли. Но если дипломатического языка в Северной Корее не понимают, очередной пакет санкций должен быть максимально жестким, уверен Трамп. Если произнесут еще одну угрозу в открытой форме или если они сделают что-либо в отношении Гуама или любого другого места на территории Америки или ее союзников, то по-настоящему пожалеют об этом в скором времени. Вся эта риторика настолько обеспокоила обитателей Капитолия, что сейчас конгрессмены-демократы даже настаивают на срочном созыве заседания Палаты представителей, чтобы рассмотреть и принять закон, который запретил бы президенту Трампу наносить превентивный удар по Северной Корее без согласия Конгресса. Такой законопроект уже полгода, как зарегистрировали, но пока что он пылится в комитетах. Вот его авторы и забеспокоились. Мало ли что до 5 сентября, пока они из отпуска выйдут, в стране произойдет. А маховик событий действительно раскручивается с каждым днем. Всего за несколько последних суток в Северной Корее призвали в армию 3,5 миллиона резервистов. Официальные СМИ сообщают, что они якобы хотят пойти на фронт добровольцами. Военные аналитики пытаются разобраться, куда способны долететь северокорейские ракеты и какие шансы их перехватить. Проблема еще и в том, что ни одна сторона не готова отступить. Пхеньян не откажется от ядерной программы, поскольку считает ядерный статус единственной возможностью для выживания. А Соединенные Штаты и так слишком долго тянули. И многие уговаривают руководство страны сделать что-то уже сейчас, пока северокорейские ракеты только до Гуама долетают. Дескать, когда они будут способны достичь Лос-Анджелеса, действовать будет поздно. И единственный позитивный момент для американской администрации во всей этой истории. Рейтинги президента Трампа неожиданно подросли. По последним данным опросов Rasmussen Reports, общественное мнение сейчас, как и после ударов по Сирии, меняется. 53% американцев по-прежнему говорят, что не поддерживают то, что делает Трамп. Но 45% сейчас сказали, одобряют действия президента. А значит, на решение президента Соединенных Штатов и на то, насколько он будет жестким, повлияют не только советы дипломатов и военных, но и большая политика. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Продолжение следует...